Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Жизнь Родине, честь никому. В фундамент будущего Чувашского кадетского корпуса ПФО заложили символическую капсулу. Чудо техники. Изобретатели с Бурнарского района собирают мини-тракторы. Вкусные каникулы. Чебоксарские школьники посетили одну из кондитерских фабрик республики в рамках проекта «Живые уроки». Сегодня полномочный представитель президента России в Фриворском федеральном округе Михаил Бавич побывал с визитом в нашей республике. Программа была насыщенной. Фундамент строящегося здания Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Александра Кочетова заложили капсулу с посланием будущим учащимся от кадет нынешних. На церемонию съехались представители всех сторон участниц этого масштабного проекта. Полномочного представительства президента России в округе, командования военно-воздушных сил, группа компании «Ренова». Участниками события стали ветераны, родители будущих защитников Родины. Пожалуй, таким вниманием, каким пользуется будущий Чебоксарский кадетский корпус имени Александра Кочетова, не может похвастаться ни одно учебное заведение Чуваши. Он стал шестым в Фриворском федеральном округе и первым в республике, поскольку нынешняя кадетская школа куда менее масштабна и по размеру, и по объему выполняемых задач. К слову, и ученики, и их родители давно мечтают о новом помещении и не раз обращались к правительству с просьбами. Там будут большие спортплощадки, там можно будет заниматься спортом. Будет больше возможности привлечь других детей, которые хотели бы встать, но не было возможности из-за того, что комплектация достаточно маленькая была. А сейчас здесь будет уже больше мест. Дети будут более самостоятельны, так как будет возможность того, что дети могут здесь проживать. Им дается, наверное, новый этап в их жизни. Конечно, не все кадеты станут в будущем военными. Да это и не обязательно. Главное, чему они должны научиться – быть настоящими гражданами своей страны, заботиться о ее будущем и уважать прошлое. Нет истории, нет культуры, нет традиций, нет будущего. Мы строим будущее для наших детей. Мы любим свою Россию. И тема военно-патриотического воспитания, она востребована всеми нами. У кадет, которые только собираются учиться в новом корпусе, появилась возможность заглянуть в будущее. Они обратились к своим потомкам. Мы уверены, что вы, те, кто читает это послание, живете и учитесь в прекрасных условиях, которые были созданы предыдущими поколениями. И уверены, что вы высоко несете звание кадета и остаетесь верными нашему прославленному девизу – жизнь, Родине, честь никому. По предпрезиденту России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич признался, он сам хотел стать суворовцем. Но в его детстве подобных учебных заведений было только 12 на всю страну. Сегодня появилась возможность возродить лучшие традиции патриотического воспитания. У нас сейчас конкурс наших кадетских корпуса от 6 до 8 человек на место. Количество желающих ребят, оно растет с каждым годом. Потому что и запрос общества есть на вот такое образование, на такое воспитание. И материал-техническая база, которую мы создаем, она как бы стимулирует родителей к тому, чтобы дети учились в лучшем условии. Но абсолютным преимуществом у нас, безусловно, пользуются в первую очередь дети погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, дети из малоимущих семей, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы исходим из того, что все-таки наши кадетские корпуса – это полное государственное обеспечение. И, конечно, при прочих равных, государство прежде всего должно позаботиться о тех детях, у которых таких возможностей для получения такого образования. Их значительно меньше. Кстати, учитывая высокий спрос на кадетское образование, старое здание кадетской школы на улице Константина Иванова в Чебоксарах решено капитально отремонтировать и тоже приспособить для обучения, либо использовать как тренировочную базу. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Андрей Шоклев. Республика. Вторую половину дня Михаил Бабич провел в Канаше. Муниципалитет получил из фонда развития моногородов более 700 миллионов рублей на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Как меняется город в нашем сюжете. Ямы, ухабы и выбоины. До недавних пор именно с этими словами ассоциировалась дорога по улице Ильича в городе железнодорожников. Более одного километра полотна начали обновлять осенью прошлого года. Сейчас дорожники выходят на финишную прямую. Еще один участок – улица машиностроителей, автодорога «Аниш». Средства на ее ремонт выделены из фонда моногородов. Сдаем до конца этого года. Хотя написано здесь у нас до сентября, но откровенно скажу, там есть проектная проблема и до конца года сдадим. Но в зиму не уйдете? Стараемся сейчас все проектные вопросы решить, чтобы в зиму не уйти. Все органы власти налегли, муниципалитеты и контролирующие в том числе органы. Разрешаем эти проблемы. По улице Ильича находится и одно из ведущих предприятий – промтрактор «Вагон». Он производит и ремонтирует железнодорожные вагоны. Из конвейера сходит и сельхозтехника. В ситуации на заводе стабилизируются, внедряются новые технологии. Один из примеров – инновационная двухвостная тележка. Ее конструкция позволяет перевозить больше груза. При этом динамика и износостойкость стали лучше. Тестировался, когда эксплуатация была, там на кольце в Щербинке гонялся этот вагон. Клинт практически после 170 тысяч, примерно 500 тысяч. Он не имеет износа к подтвердностям боковой и наклонной. Инновации не только в экономике, но и в медицине. В Моногороде открыли центр гемодиализа. Третий в республике. Это удалось сделать благодаря программе государственно-частного партнерства. К услугам пациентов 15 аппаратов для диализа. Амбулаторное отделение открылось всего несколько дней назад. Но уже сейчас здесь проходит лечение 19 человек. Я уже наблюдаю по статистике, которую мне сегодня дают, жители южных районов Чувашской республики уже потихоньку-потихоньку начали переворачивать в сторону Канаша. Это здорово. Ну и плюс мы сегодня говорим о том, что обеспечиваем шаговую доступность оказания медицинской помощью, сохранением качества оказания. Через день они должны приходить, проходить эту процедуру. То есть мы продлеваем жизнь для наших пациентов, готовим пересадки органов. Полприт президентов ПФО Михаил Бабич ознакомился с исходом реконструкции стадиона «Локомотив». В этом году здесь постелили новое футбольное поле с искусственным покрытием. На это потребовалось почти 20 миллионов федеральных средств. На следующем этапе реконструкции планируют сделать беговые дорожки и легкоатлетические секторы. Канаш обновляется и большую роль в этом играет поддержка Фонда развития моногородов. Новая автодорога «Аниш», реконструкция биологических очистных сооружений и строительство индустриального парка. В свое участие в последнем уже подтвердили 15 резидентов. Михаил Бабич поинтересовался, какие у участников есть обязательства по реализации проектов. К предварительному соглашению подписали. Банки дали соответствующие свои подтверждения, что они готовы их кредитовать. Резиденты по их стандартам подходят. Реально залог обеспечения тоже они подтверждают. И рассчитываем, что кое-какие изменения или корректировки по результатам будут, но уже не менее 50%, которые реально в работе и реально будет все это реализовано. У города хорошие перспективы. К 2020 году рост объема отгруженной промышленной продукции должен увеличиться на 25%. Рост доли малого и среднего бизнеса на самом деле удельный вес, конечно, хороший на 43%. Здесь мы оказываем государственную поддержку с учетом принятых государственных федеральных программ. Зарплата должна увеличиться на 28%. Посещать уроки можно и во время каникул, тем более если они не обычные, а живые. В Чебоксарах продолжается реализация проекта по развитию образовательного и промышленного туризма. Ребята посещают ведущие предприятия города, чтобы изучить специфику их работы. Тему продолжит Мария Шоклева. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эта поговорка отлично описывает живые уроки. Экскурсии, походы, квесты запоминаются на всю жизнь. Когда я учился в школе, мы первый раз выезжали на Ядринский конезавод. Но это было очень давно, еще в конце 80-х годов. И, конечно же, впечатления у меня остались очень яркие. И по сей день я их, скажем так, помню только очень хорошим словом. Экро, Внеир, Чуваш, Энерго. В длинном списке предприятий, партнеров проекта промышленный туризм, теперь и фабрика Вавилон. Сладкий запах манит школьников в вафельный цех. Сам лист безвкусный. Ломайте, пробуйте. Он без сахара, без всего. Придать вкус вафельному листу поможет начинка. В данном случае ореховая. Сжимание, охлаждение, нарезка. И десерт готов. Теперь ребята знают секреты производства, как настоящие технологи. Лука. Оттуда поступает вода. Все перемешивается в прессе. Мясорубку все видели? То же самое и здесь. Тесто проходит через эту мясорубку и на выходе обрезается. Получается красивый покород. Промышленный туризм решает не только образовательные, но и воспитательные задачи. Он помогает школьникам определиться с выбором профессии и, возможно, даже местом работы. Мне бы захотелось тут работать, потому что тут много интересного. И самой хочется попробовать все продегустировать. В летние каникулы предприятие республики посетило уже более 500 ребят. В основном это мальчишки и девчонки из городских лагерей. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика. В велопутешествие из Ташкента в Москву в честь своего кумира Муслима Магомаева отправился житель Узбекистана Хурсант Шеров. Сейчас он добрался до Чебоксара. Его встречала наша съемочная группа. Эту песню знаменитый путешественник Трубадур из бременских музыкантов пел голосом Муслима Магомаева. Поклонник азербайджанского певца Хурсант Шеров тоже профессионально поет и любит дороги. Правда, в путешествие в честь своего кумира он отправился в одиночку. Он уже проехал больше 4000 километров. Однако, когда его называют велопутешественником, обижается. Я считаюсь, являюсь певцом Дружбы народов Республики Узбекистан, руководителем ансамбля Регистан. Каждый выбирает сам себе цель. У кого-то, вы же знаете, кто-то за спорт за мир, кто-то за чистую природу, кто-то за, как вам сказать, за святое дело. А у меня творческое. Люди видят, сразу узнают, а этот Муслим Магомаев, он был великим артистом. В каждом городе Хурсанда встречают национальные диаспоры, спортсмены и уже его поклонники. Они знают, он передохнет с дороги, переоденется в концертный костюм и споет. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Лучший гид России. Под таким названием «Русское географическое общество», телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк» проводят всероссийский конкурс. В нем принимают участие и представители Чувашии. Татьяну Давыдову всегда привлекала география. Именно поэтому вот уже 13 лет она работает в отделе природы Чувашского национального музея. И проводить экскурсии, пожалуй, ее любимое занятие. Экскурсии проводить очень интересно. Нравится, когда попадается отзывчивая группа. То есть видишь их эмоции. Очень нравится рассказывать им что-то новое. И видеть в глазах искры, что они понимают, что им это нравится, что они хотят дальше узнавать что-то в этом направлении. Именно вот эта отзывчивость и дает желание и позитив дальше вести экскурсии. По мнению Татьяны, экскурсоводы – люди творческие. Они всегда стремятся совершенствовать свои знания. И конкурс «Лучший гид России» – отличная возможность проверить их. Стать участником мог любой житель страны. Гид-профессионал или человек другой профессии, который гордится своим краем. Для этого нужно было снять двухминутное видео с яркой экскурсии и загрузить его на сайт. Свои работы на конкурс отправили более 600 человек. И Татьяна в их числе. Любой конкурс – это как дает возможность проверить свои силы в том или ином направлении. И главное тут даже, наверное, не победить, а посмотреть, насколько ты сможешь это сделать по сравнению с другими профессиональными экскурсоводами России. В своем видео конкурсантка из Чувашии рассказала об уникальных фактах из мира природы. На фотографии один из старейших дубов. Ему около 400 лет. Диаметр 182 сантиметра. Охватить его могут 6 человек. Высота его 21 метр. Него три раза ударяла молния, но несмотря на это он до сих пор продолжает подоносить и расти. Кстати, Татьяна не единственный участник из Чувашии. Всего нашу республику представляют 5 человек. Посмотреть их работы и поддержать экскурсоводов можно на сайте лучшийгид.рф. Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, станут героями программ на телеканале «Моя планета» и «Радио Маяк». Голосование продлится до 15 августа. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Чувашские полицейские задержали подозреваемых в совершении автомобильных краж. Злоумышленники занимались тем, что ночью похищали фары дорогих машин. Оставленные без присмотра транспортные средства лишались оптики за считанные секунды. Разъезжали правонарушители на необычной автомашине, которая позволяла им также лихо покидать место преступления. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД. Как и герои одноименного фильма, злоумышленники передвигались на французском автомобиле. Однако пассажиров они в нем не возили, а наоборот, преследовали корыстные цели. Машина злоумышленников была секретом, ее госномера были двойными. Перед совершением кражи регистрационный знак переворачивался на грязную, нечитаемую сторону. Этот фокус позволял уйти правонарушителям незамеченными. Несмотря на это, столичные полицейские вышли на след злоумышленников. Задерживать их пришлось не в Чувашии, а в соседнем регионе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение злоумышленников. И была организована командировка сотрудников полиции в город Ульянов, где они были задержаны и доставлены в город Чебоксары. По подозрению, в автомобильных кражах в столичный отдел полиции были доставлены 21-летний гражданин Армении и 23-летний москвич. Сейчас они находятся под арестом. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Герой нашего следующего сюжета покоряет своими техническими талантами. Изобретатель из Вурнарского района Владимир Савельев из подручных материалов собирает полезную в хозяйстве технику – мини-тракторы. В гостях у вурнарского кулибина побывала наша съемочная группа. Всю свою жизнь Владимир Павлович проработал водителем, поэтому с техникой на «ты». К винтикам и болтикам пристрастился еще в детстве. Так и болеет до сих пор. Практически из металлолома он делает полезные в хозяйстве вещи – мини-тракторы. Никаких чертежей и предварительных подсчетов. Образы своих будущих творений инженер-конструктор держит только в голове. Агрегаты автомобильные, двигатели, в общем, китайские, экономичные они, чем наши УД-2 или обычно у нас ставят мотоциклетные двигатели. Они очень неэкономичные. А это китайские двигатели и просто обслуживание. После двигателя установлен вариатор от снегохода «Буран», что заменяет еще одну коробку и автоматическое сцепление. Умелец использует трактор по назначению. Пашет землю, окочивает картофель, производит и другие сельхозработы. Труда в эту технику вложено больше, чем средств. Во время работы приходится быть и механиком, и слесарем, и сварщиком, и электриком, и даже дизайнером. Но самое главное – нужно терпение и желание. Это просто как хобби, как удовлетворение. Это все для хозяйства, которое я использую, для души. Вот я делал модель трактора, чтобы это многоколесный. И поворачивает без руля, без рулевого механизма, лишние затраты, все экономно. Любой мощности можно делать. Ну, где-то начиная от 60 лошадиных сил и до 500. Сейчас Владимир Павлович на пенсии, но без дела не сидит. У изобретателя уже есть новые задумки. Так что, возможно, это не последняя его работа. Рифат Ваткулин, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Белка является символом Лакреевского леса с самого его основания. В скором времени там поселятся новые соседи – алтайские белки. Чтобы восстановить популяцию этой редкой породы, администрация города Чебоксара и Сбербанк объявили конкурс на лучший беличий домик. К экологической акции присоединились и наши коллеги. «Мастера на все руки» – это о сотрудниках национального телевидения «Чуваши». Вот из такого невзрачного домика мы постараемся сделать настоящее произведение искусства. Таня, как ты считаешь, каким должен быть идеальный беличий домик? Я думаю, что домик ни в коем случае не должен быть каким-то кричащим, поэтому мы используем такие деревянные палочки и натуральные краски. Я думаю, что домик должен быть ярким, чтобы это белок привлекало. В первую очередь, мне кажется, нужно нацелить все наши силы на контрастность. Каким бы красивым ни был наш домик, главное, чтобы там было много вкусной еды, тогда белочки точно к нам прибегут. Тогда приступим! Предпочтение мы отдали натуральным материалам – как в покраске, так и в оформлении. Не зря же копили целый год палочки для суши из корлупки от фисташек. Вот и пригодились. Я опасаюсь того, что белочки подумают, что это настоящие орешки, и внутри есть какая-то начинка, и начнут их грызть. Так что мы не будем, может быть, их обманывать. Белки наверняка ценят нашу дизайнерскую концепцию. Но важнее все-таки другое. Бельчатник должен защищать зверьков от снегопадов и холодов, служить кладовкой для еды и колыбелью для будущих малышей. Поэтому качественные и привлекательные домики – прямой путь к возрождению редкой породы белок селеуток. Стоит отметить, что это самый крупный подвид обыкновенной белки с густым мехом. Они очень подвижны, умны, красивы и доброжелательны. С совместными усилиями добиться желаемого результата будет проще. Это здорово, это интересно, это хороший пример для других компаний присоединиться. И тоже, ну или для семьи, да, мамы с дочкой или с сыном, почему бы им не сделать домик. А еще лучше папу подключить, ведь сколотить основу-то нужны мужские силы. Постарались на славу, домик готов. Передаем его лично в руки художественному руководителю парка. Для разведения потомства он, конечно, не подходит, но для столовой в самый раз. Кстати, корм, семечки и арахис тоже одобрили. Белкам категорически нельзя предлагать миндаль. Для них это яд. Кормушки мы уже повесили, специально вызывали автовышку, для того, чтобы они были на определенной высоте. Все это согласовывали с экологическими подразделениями нашего города, чтобы они нам сказали стандарты. Все кормушки закреплены на специальные тросы, чтобы не повредить деревья в том числе. И получается, высота эта определена тем, чтобы от хищников спастись, ну и, конечно, от людей, от их любопытных взглядов, чтобы белкам было удобно. А вот так должен выглядеть настоящий дом для белок. Сделан он по всем правилам. Дедушка с внуком постарались на славу. Подыскали специальный или пенек, или плаху, как называть. Его помощью обработали, выстрогали. Он мне помогал, инструмент подавал. Работали, построили, привезли, поставили. Главное привить внуках, в детях, внуках, любовь к природе. Потом я хочу ходить в лес и смотреть, как они живут, и кормить их, и наблюдать за ними. Итоги конкурса на лучший беличий домик подведут 12 августа. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. В День города чебоксарцам покажут дурацкий цирк. Спектакль с таким названием привезут артисты из уличного театра из Москвы. В необычном представлении трюки, интерактив, клоуны, эквилибра на моноцикле и многое другое. Постановку можно увидеть на творческом бульваре. Кроме этого, в этот день будут работать и площадки для любителей активного отдыха. Скалодром, баскетбол, футбол, йога, гигантские настольные игры. Традиционными станут фестивали «Волжские чтения» и «Дизайн-фест». Еще одна изюминка нынешнего праздника – выступление пилотажной группы «Первый полет». Единственная пилотажная группа в России, выступающая на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. Кстати, эти летчики уже выступали в Чебоксарах в 2013 году. Они поздравляли жителей Чебоксар с днем города. Тогда эти желтые самолетики, вытворяющие немыслимые трюки в небе, запомнились и полюбились зрителям. На этот раз свое авиашоу в небе над Красной площадью Чебоксар первый полет покажет в воскресенье 20 августа в 11 часов. Репетиция же запланирована на полдень субботы. Миллион, миллион, миллион пузырей. В Чебоксарах установили рекорд по одновременному запуску мыльных пузырей. На фестиваль «Мыльное нашествие» собрались любители надувать пузыри и хлопать. Почти пять тысяч человек. Маленькие, большие, просто гигантские. Пузыри выдували и при помощи специальных установок, и из привычных с детства баночек. Кроме этого, и родители, и дети с удовольствием играли на интерактивных площадках, рисовали мелом и цветным песком, соревновались в выдувании самых больших пузырей. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова